Есть много способов обратить привилегии и служебные возможности в живые деньги. На этой неделе русский Версаль отстоял свои границы. Земельный спор между знаменитой усадьбой Архангельская и Министерством обороны окончен. Военные проиграли. Арбитражные суды Москвы и Подмосковья приняли решение вернуть участок площадью 20 гектаров парковому ансамблю. Таким образом, результаты земельного аукциона между военными и частной строительной компанией признаны недействительными. Более того, аннулирован даже сам приказ министра обороны. Судебные процессы шли несколько месяцев, и все это время к ним было приковано внимание общество. О том, как усадьба Архангельская держала и держит оборону. В материале Михаила Волкова. Конфликт между музеем усадьбы Архангельская и Министерством обороны возник прошлым летом, когда военные, продавая свою землю, выставили на торги и часть дворцово-паркового ансамбля. Ансамбль усадьбы Архангельская это не только главный дом усадебный, а это ансамбль, это комплекс памятников истории культуры, который состоит из отдельных недвижимых объектов и парка. Регулярного парка, пейзажного, ландшафтного парка, который может включать все открытые пространства. В результате проведенного аукциона территория памятника природы вместе с небольшим участком усадьбы оказалась в руках коммерческой фирмы. Ее руководитель собирался построить в охранной зоне торговый центр, офисное здание или выставочный комплекс. Сражаться за свои земли и усадьбе, которую когда-то называли русским Версалем, приходится уже почти десятилетия. Ее территорию не раз пытались застроить элитными многоэтажками, коттеджами, но не вышло. И в этой битве, считает в Министерстве культуры Московской области, аукцион Минобороны очередная попытка уничтожить памятник природы. А, Б, В, Г. Это граница охранной зоны, вот она пошла дальше. Ирина Груздева, заслуженный работник культуры и представитель областного министерства, утверждает, музей-усадьбу Архангельская бизнес обступил уже давно. Чистый воздух, уникальный природный ландшафт и близость к Москве сделали земли Красногорского района в буквальном смысле золотыми. Предпринимателей не пугает даже уголовная ответственность за строительство в природоохранной зоне. То, что сейчас звучит везде, что там планируется Ашан и Леруа Мерлен, на таком участке нельзя разместить эти объекты. Просто по плактностным характеристикам они там не поместятся. Я уже не говорю о соседстве таком, просто недопустимо. Ну, с точки зрения здравого смысла. Победителем аукциона, организованного военным ведомством, стала компания «Городострой». Ее руководитель Виктор Киселев заплатил за участок 750 миллионов рублей. Для продажи, по крайней мере, Министерство обороны должно было запросить согласие Министерство культуры Московской области. Оно этого не сделало. Кроме того, вся территория ансамбля-усадьба Архангельская в пределах охранных зон передана для совместного использования музею-усадьбы Архангельская и военному санаторию. Данные организации от своих прав использования территории не отказывались. Согласно опубликованному объявлению в газете «Красная звезда», военные выставили на продажу 20 гектаров земли, строительство на которой запрещено или ограничено законом. Сведения недостоверные в газете были? Сведения? Еще раз я повторюсь. А выставлено на продажу в уществе? Мы абсолютно записали все те же положения, которые нам вписала кадастровая палата. Как же это недостоверная информация? Пытаясь уклониться от прямых вопросов судьи, военные юристы и вовсе поставили себя в неловкое положение. Скажите, пожалуйста, у нас земельный кодекс разрешает отчуждать в собственность других лиц земельные участки, которые предназначены для общего использования? Да, могут. Может. Разрешено, по-вашему мнению. 27 статья 28 не содержит земельного кодекса ограничений? На наш взгляд не содержит. Здесь нахожу. В случае с Министерством обороны разрушение целостности ансамбля усадьбы Архангельская удалось пресечь вовремя. Еще до начала закладки фундамента торговых павильонов. Но если приехать на место и внимательно посмотреть по сторонам, становится ясно. Отстоять усадебные границы получается не всегда. С нарушениями с точки зрения закона в охранной зоне можно столкнуться повсюду. На территории памятника природы проложили линию электропередач, построили коллектор. Два года назад неизвестной ночью вырубили почти тысячу деревьев. А когда военные обнесли свой санаторий железным забором, музей оказался фактически поделен на части. За стеной остались ландшафтный парк с Аполлоновой рощей и уникальное здание – театр Гонзага. Договор купли-продажи аннулирован. Приказ министра обороны отменен. Теперь в Министерстве культуры Московской области задаются вопросом, что будет с тем участком земли, который не затрагивает территорию ансамбля. Это охранная зона, предназначенная для общественного пользования, которую в Министерстве давно предлагали благоустроить. Даже если отменить эти торги, у меня тут же возникает вопрос, а дальше что? Так же будет, вы же были там, так же будет пустое поле, ничего? Там все равно нужны какие-то прогулочные дорожки, места отдыха людей. В администрации музея усадьбы Архангельская считают, что принятые судебные решения дают надежду на то, что территорию памятника природы удастся сохранить. Ведь парк является достойным дополнением всего исторического комплекса. Только благодаря его уникальному ландшафту усадьбу князя Николая Юсупова сравнивают с Версалем. Михаил Волков, Михаил Федоров, Татьяна Суровенкова. Главная тема.